Детский сад Я очень любил детский сад, настолько, что мама с утра вставала, рано просыпалась, отводила меня в детский сад. Я брал ключ у сторожа, открывал группу, расставлял стулья. Я все время забывал покормить рыбок. Но тем не менее. Потом она уходила домой, забирала брата и снова приводила. И я не знаю, каким образом, но мои любимые педагоги Антонина Федоровна, Раиса Борисовна, я до сих пор их помню, они создали у меня такую любовь к жизни, к развитию. Поэтому детский сад для меня это было самое лучшее время. Но также потом я и не взлюбил в школу, потому что когда я пришел в школу после этого, и мне указали на мое место, где я должен сидеть среди всех. Я еще очень долго не мог от этого отправиться, и ходил в итоге в детский сад. Я возвращался, приходил еще, наверное, несколько лет первых классов школы. Поэтому я благодарен им, и вот, в принципе, сейчас так получается, ту работу, которую научную я начинаю, она посвящена именно педагогам дошкольного образования и тому вопросу, а можно ли не только развивать ребенка, да, это мы уже знаем, но можно ли и развиваться вместе с ребенком. Вот я хотел попросить, знаете, вас сейчас такая очень популярная история есть. Сейчас будет звуковой файл, а я попрошу, чтобы вы, как всегда, как и весь мир, разделились. Вы за одних или за других? Дайте нам файл, пожалуйста. Погромче. Спасибо. Ну, это такой последний хит, который разделил весь мир на две половины. Одним слышится слово ени, яни. Поднимите руки, кто слышит слово яни. А? Ени, ени. Есть такие, кто слышит? Есть. Отлично. А теперь поднимите руки, кто слышит слово лорел. А? История заключается в том, что одна девочка, школьница, она писала сочинение, и встретилось ей незнакомое слово. Слово лорел — это лавровый венок. Она не знала, что это за слово, и полезла на сайт vocabulary.com, чтобы проверить, что это за слово. Она увидела слово и нажала на аудиофайл, чтобы послушать. И вот она услышала вот это. И она не услышала слово лорел, она услышала слово ени. И она никак не могла понять, в чем же проблема. Она спросила у своего друга, у своих друзей, поставила им этот звук, этот файл, и они определили и тоже разделились в разных мнениях. Дальше, как снежный ком эта история начала развиваться, и она сейчас уже похожа на эту историю с платьем, если кто-то помнит, которое тоже всех разделилось с синее, золотое или бело-желтое. Феномен заключается в том, что в зависимости от того, как мы воспринимаем звуки, то такое слово мы и слышим. И с возрастом мы больше воспринимаем низкие звуки, лучше уже становимся. Поэтому слышится для нас лорел. А для тех, кто молодой, для них слышится только ени. Поэтому это прекрасный файл, который может показывать, какая действительно проблема отцов и детей стоит. Мы, оказывается, по-разному воспринимаем мир. Почему я вам об этом говорю? Потому что особо я хотел обратить внимание на то, как повела себя эта девочка, которая учится в школе. То есть, когда она столкнулась с таким фактом, что она залезла на очень уважаемый сайт, прочитала слово лорел, услышала его, и она увидела, она услышала совершенно другое. То есть, она не испугалась, не свернула окно, а решила разобраться в этом, почему такое происходит. И вот здесь для меня это пример как раз того, чем педагоги и именно дошкольного образования занимаются. Они развивают в детях, например, желание получить ответ, даже если не все готовы на него ответить. Это уверенность в себе. Ну, знаете, там интернет или компьютер сказал так, значит так и должно быть. И вот как раз эти навыки обеспечивают детям такое развитие. И поэтому, кстати, интересно то, что звуковой файл был загружен в библиотеку в 2007 году. То есть, представляете, за 11 лет сколько раз разных людей прослушивали, и только вот у школьника, молодого человека появилось желание проверить и разобраться в этой проблеме. Поэтому, действительно, мы достаточно много даем детям и вместе с ними развиваемся. Но я решил задуматься о том, какие есть факторы и как можно развиваться вместе с ребенком. Первый вопрос. Какой ребенок наиболее способен создать вот это развивающее взаимодействие со взрослым? С моей точки зрения, это дошкольник, потому что его ведущей деятельностью является игровая. Он постоянно находится в этой игре, он креативен, он не стыдится своего незнания, он не боится показаться смешным, он постоянно придумывает что-то новое. Если мы вспомним предметную игру ребенка, ну уж что невозможно сделать, так это удивить ребенка новыми вариантами игры с его старой игрушкой, потому что он перепробовал уже все, что только можно. А нам иногда не хватает, мы залезаем в сумку и обнаруживаем, что там есть ключи, о которых мы давно уже забыли. То есть дети гораздо креативнее, чем мы. И когда я учился на факультете психологии и только начинал общение с детьми, я учился у Юлии Борисовны Гиппендрейтера, и она отправила меня в семьи, в том числе, работать с детьми, с фразой «Андрей, идите у них и учитесь». Зачем развиваться с ребенком, если у нас есть и так много других инструментов? Ну, во-первых, это постоянный ресурс, который рядом. Те, кто проводит с ребенком много времени, педагоги. Грех не использовать такую возможность, если мы и так постоянно в нашей профессиональной деятельности с ними занимаемся. Второе – это обогащение взаимного общения между взрослым и ребенком, что тоже, в принципе, можно даже говорить, такие модные тенденции, как эйджизм. Уже не только смотрим на ребенка как на того, кто нам ничего дать не может. Но, тем не менее, мы можем у него чему-то научиться. Ну и для меня еще эта задача – повышение ценности ребенка в сфере внесемейного общения. Потому что обычно, если это мой ребенок, мне понятно, почему я с ним общаюсь и для чего я с ним общаюсь. А если это не мой ребенок, то, возможно, интереса у меня уже особого не будет. Но если бы можно было показать взрослым вот эти развивающие техники взаимодействия, возможно, эта бы ситуация изменилась. Кто может развиваться вместе с ребенком? Ну, во-первых, это, конечно, те, кто с ним достаточно много общается. Это педагоги дошкольного образования, это в меньшей степени те, кто задействованы. Это бэбиситеры, это няни, аниматоры. Я специально в своей работе, в своих исследованиях не разбираю аспект семейного общения, потому что мотивация семейного общения гораздо глубже, иногда запутанной и противоречивей, чем, например, наше общение педагогов с детьми. Почему взрослый может развиваться с ребенком? Потому что перед ребенком не страшно и не стыдно признаться в том, что ты чего-то не знаешь, что ты не умеешь. Это вообще, как я уже говорил, достаточно много. Ребенок дает эффективную обратную связь, он не будет что-то скрывать, он может сразу сказать, показать, что ему не нравится или не принять новые правила игры, которые вы ему предлагаете. Ребенок постоянно сам развивается, и поэтому действительно он является наилучшим примером того, кто может помочь нам создать вот эту среду развивающего общения. Но почему на данный момент взрослый во взаимодействии с ребенком так системно не развивается? Во-первых, есть стереотипы у взрослых, что нет, я педагог, ты меня слушаешь, или если это обучение, то это должно быть вот такое мероприятие. Мы развиваемся на конференциях, надо найти шесть скучных преподавателей, нужно найти тех людей, которые будут на них смотреть, и вот это уже обучение. А если я, например, в детском саду или я в семье взаимодействую с ребенком, то, может быть, мне еще не очень и понятно, как в таких форматах учиться. Следующее, есть педагогические ограничения у ребенка, потому что на него нельзя, конечно, переложить вот эту задачу обучения, он занимается сам собой, он просто играет, и здесь мы должны помочь ему стать тем, кто нас будет развивать. Ну и последнее, нет готовых структур развивающего взаимодействия, то есть для ребенка развивающее взаимодействие уже структурировано, у нас есть игры, у нас есть даже развивашки, у нас есть все, что угодно. Но для взрослого таких инструментов пока нет. И как раз я собираюсь в своей работе заниматься тем, что находить, описывать и разрабатывать вот эти развивающие техники взаимодействия. Какие на данный момент, мне кажется, они могут быть? Во-первых, это может быть развивающее наблюдение, когда я наблюдаю за ребенком с определенной целью собственного развития. Я могу выбирать, на что смотреть, я могу делать правильный уже анализ развивающий, который позволит мне преодолеть какие-то ограничения в моего развитии. Следующим это может быть развивающая игра, в которой я не просто выполняю роль того, кто развлекает ребенка или просто ему помогает играть, а я воспринимаю для себя игру как то, что меня может развивать. Например, если мы возьмем уже в разработанных подходах психодрамы, я могу брать роли в ролевой игре с ребенком, которые для меня, например, сложные, или я могу учиться некоторым моментам, которые для меня не свойственны. Одна мама, с которой я работаю, рассказала мне, что она общается со своей девочкой, девочке 7 лет, и тут ей дочка говорит, что вот она собирается купить себе новую игрушку, которая стоит 5 тысяч рублей. А мама спрашивает, а откуда ты деньги возьмешь? Она говорит, ну у меня вот есть друг Вася, он мне их даст. Мама говорит, ну а Вася-то откуда? Ему бабушка на день рождения подарила. Мама говорит, ну а тебе-то он почему даст? И девочка на нее смотрит и говорит, мама, ты женщина, тебе не обязательно что-то делать, чтобы тебе что-то давали. Она говорит, все, я ушла думать. Ну или это может быть развивающее общение, которое строится по незаконам общения со взрослым, а когда я воспринимаю ребенка и задаю ему, например, вопросы, которые мне могут быть интересны. Или я, например, позволяю ему задавать мне вопросы и не смотрю на них, как обычно, что одни вопросы глупые, другие банальные, а третий неудобные. Мой воспитанник, один из воспитанников, ему пять лет, и вот мы с ним поссорились, сидим, сели за большой стол, не общаемся, он пьет чай, я тоже пью. Я говорю, ну смотри, Вань, вот мы с тобой поссорились, а на самом деле могли бы помириться и вместе стали бы играть. Зачем вот нам сидеть в такой ссоре? А он такой сидит, пьет чай и говорит, Андрей, ты не хочешь мириться, ты хочешь говорить. И тогда я сказал, так, подождите, кто здесь психолог, я должен портить себе настроение. Поэтому, если вам тоже интересно каким-то образом поучаствовать в такой работе, то я предлагаю, вы можете мне написать, потому что у меня как раз есть проблема, у меня не так много знакомых преподавателей дошкольного образования, я являюсь методологом школы бобеситеров в России, то есть этих я знаю, я учу нянь, но вот люди, которые профессионально обучают детей, в таком количестве у меня их нет, поэтому если кому-то интересно, я с удовольствием пообщаюсь и посмотрю, как мы можем взаимодействовать, а для вас это возможность стать в этом развивающем общении, стать лидером этого развивающего общения, и тогда мы вместе с вами сможем сделать то и выполнить мою благодарность по отношению к моим первым педагогам и вернуть вам и вернуть педагогам все то, что вы вкладываете в детей. Спасибо.